МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все самое важное в жизни Ставрополья в информационной программе День. В студии своего ТВ Илья Захаров. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Где первый камень, там и первые победы. В Краевом центре построят Академию спорта международного класса. В режиме ЧАЭС жители аварийного общежития боятся возвращаться в дома. С надеждой на тепло Ставропольские аграрии начали готовиться к весне. За здоровье! В Крае стартовал самый масштабный за последнее время просветительский медицинский проект. Сломаем новостные традиции. Начнем со спорта. Сегодня в юго-западном районе столицы Края заложили камень на месте будущего грандиозного социального объекта международного класса Академии спорта. Аналогов этому сооружению не будет не только в Крае, но и во всем СКФО. Кто приехал на торжественную церемонию и когда спортивный комплекс примет первых атлетов? Ответы им в сюжете далее. Вольная и греко-римская борьба, фехтование и художественная гимнастика. А еще водные виды, дзюдо и даже киберспорт. Именно эти дисциплины будут приоритетными в будущей Академии спорта. Символический камень в знак ее основания сегодня торжественно открыли в Ставрополе. Глава Края Владимир Владимиров подчеркнул, спорт в нашем регионе выходит на новый уровень. Вчера мы в Буденовске проводили первый хоккейный матч на востоке Края. Заканчиваем, слава Богу, в Ставрополе хоккейный корт большой строит, даже спортивный комплекс хоккейный. Будем начинать Академию спорта благодаря, опять-таки, инвесторам передавать огромное спасибо. Мы очень рады, доставим инвесторов у нас в Крае и сделаем все необходимое для того, чтобы ваш бизнес здесь развивался, а вы развивали наш социал. Пригласили на торжественную церемонию именитых чемпионов советской эпохи и современности. Это футболисты, борцы, гимнасты. Гости по достоинству оценили и удобное расположение будущего спорткомплекса, и размах задумки. Конечно, это блестящая перспектива себя реализовать. Ну, а традиции колоссальные, месторасположение, прекрасный Северный Кавказ всегда славился своими спортсменами, умением реализовать тренерской базой. Ну, не случайно, это Кислоуст недалеко, вы знаете, это база, где проходили учебно-тренерующую работу, все сборные команды Советского Союза, в том числе и я. Вспомнили на церемонии и о наших спортсменах в Южной Корее, где завтра открываются Олимпийские игры, собравшиеся пожелали им победы. А после символической закладки камня гости и спортсмены посетили музей «Россия. Моя история». Но и здесь продолжили разговор о будущей академии. Тем более, что располагаться эти объекты будут в непосредственной близости. На сегодняшний день ведется, значит, работа по проекту сметодокументации. К концу этого года будет сделан проект администрации города Ставрополя. И с начала 2019 года начнется строительство. Приблизительно время строительства – это около 40 месяцев. Не могли обойти стороной и новую 45-ю школу в микрорайоне «Перспективный». Она открыла двери в прошлом месяце и уже получила неофициальный статус лучшей в городе и крае. С развитием спорта в ней тоже все в порядке. В распоряжении ребят – игровой и тренажерный залы, а также целых два бассейна. Возможно, именно здесь совершают свои первые заплывы будущие воспитанники Академии спорта. Илья Захаров, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. Главный защитник российских предпринимателей Борис Титов приехал сегодня на Ставрополье. Утром он прошелся по Пятигорскому рынку, а несколько часов назад пообщался с работниками предприятий в Невиномыске. О чем шла речь, знает Вадим Маскаленко. Невиномыск. В промышленной столице края с каждым годом все больше заводов. В рамках индустриального парка здесь созданы все условия для развития производства. Как пример, молодой, но уже вполне успешный радиаторный завод. Благодаря этим радиаторам в домах жителей различных регионов страны становится теплее. Продукцию отливают из алюминия, тщательно проверяют на герметичность. Сотрудники завода в своих домах тоже стараются ставить свои радиаторы. В дальнейшем планируют такие батареи себе поставить, потому что это качество, качество хорошее. Слаженную работу оценил и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Ему показали все этапы производства, вплоть до самого автоматизированного покраски готовых радиаторов. Посетил Титов и соседнее производство, уже популярную Ставсталь, где металлолом получает вторую жизнь. Из него выплавляют арматуру для строительства. Оба завода – резиденты индустриального парка Невиномыск, работают на льготных условиях. И по мнению бизнес-правозащитника, это верный путь. Показатель по росту высокопроизводительных рабочих мест опережает средне-российские показатели. Поэтому в этом смысле на Ставрополе все хорошо. У нас есть сегодня в край целый ряд программ, которые дают преференции разного рода инвесторам, которые приходят и которых мы приглашаем. Это и налоговые послабления, это и субсидирование процентных ставок. Кроме того, бизнес-омбудсмен похвалил регион за успехи в сельском хозяйстве. Призвал развивать параллельно разные сферы бизнеса. Вадим Аскаленко, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Локальный режим ЧАЭС ввели в Ставрополе. Такие меры приняли, чтобы в кратчайшие сроки отремонтировать аварийную часть жилого дома по улице Бруснево. Мы уже рассказывали об этой проблеме. В здании рушится кирпичная стена. Сегодня начал работу оперативный штаб. Уже определили подрядчика, который будет делать капитальный ремонт здания. Мобилизуем сейчас все силы в городе. Все службы работают в усиленном режиме. Определена уже подрядная организация, которая будет проводить данные работы. Проведено обследование. Сейчас готовится смета. И планируется в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы. В дальнейшем в этом доме планируется проведение капитального ремонта. Жильцы нескольких квартир будут расселены. По предварительным данным, переселят 18 человек, из них двое детей. Между тем, сами жители переживают о своей дальнейшей судьбе и считают весь дом аварийным. И в продолжение темы необходимости своевременного ремонта. Хронических должников по платежам за капремонт могут перевести в общий котел. Под угрозой более 300 многоквартирных домов мы собрали основные цифры по программе. 316 многоквартирных домов, которые решили копить деньги на капремонт самостоятельно, собрали на счету меньше половины начисленной им суммы. И попали в разряд злостных неплатильщиков. На то, чтобы наладить платежи, у них 5 месяцев. В противном случае деньги переведут в общий котел. И взысканием задолженности займется уже региональный оператор. Всего в краевой программе капремонта более 9 тысяч домов. Из них 7598 отчисляют взносы в общий котел регионального оператора. 1399 формируют свои фонды на специальных счетах в банках. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в крае 6 рублей 36 копеек с квадратного метра. С 1 июля этого года он вырастет до 7 рублей 11 копеек за квадратный метр. По новому законодательству выборы президента России в этом году пройдут без открепительных удостоверений. Теперь голосовать граждане могут по месту нахождения, предварительно подав заявление. Сделать это можно в территориальной избирательной комиссии, через портал госуслуг или в МФЦ. А чтобы было еще удобнее и этим правом смогли воспользоваться как можно больше избирателей, в МФЦ стартовала специальная акция – выездные офисы. Где и когда они открываются, расскажет Ирина Ивановская. Вера – студентка-первокурсница. Учится в городе Химиков. Впервые в этом году станет избирателем и сразу на выборах президента России. Родители девушки живут недалеко, в селе Казминска. Но попасть домой 18 марта у Веры не получится. Она – участница студенческой весны, которую проводит в ВУЗ. А пять минут, проведенных сейчас в специальном выездном офисе МФЦ, позволят ей успеть в один день и выступить на институтском конкурсе, и проголосовать на избирательном участке. Мне надо ехать к себе домой, чтобы зарегистрироваться там, и чтобы потом голосовать здесь, в городе Невиномысске, по месту учебы. В выездной офис с паспортом пришел и Валерий. Сам он из Краснодарского края, а образование получает в Невиномыске. 18 марта тоже не сможет побывать дома. Много дел в институте. А накануне выборов в ВУЗе открывается спортплощадка для первокурсников, а позже его поддержки в студ весне ждет девушка. Да и город для юноши еще новый, не исследованный. Я до сих пор не знаю весь город, поскольку только на первом курсе. И поэтому мне гораздо удобнее спуститься с общежития и пройти каких-то 20-30 метров и зарегистрироваться здесь. Голосовать молодые люди решили там, где учатся. Для этого можно подать заявление на сайте госуслуг, в МФЦ или в территориальном избиркоме. Или проще – воспользоваться акцией МФЦ «Выборы-2018», во время которой организовано выездное обслуживание желающих проголосовать не по месту прописки. Нескольким сотням приезжих студентов такая акция придется очень кстати. Из 600, скажем, ну 20 студентов виногородних, ну более 400 будут голосовать здесь. Когда вот предоставлены такие вот условия, что им не надо никуда ехать, беспокоиться и так далее, они с удовольствием в воскресенье, может быть, поспят и потихоньку и спокойно здесь проголосуем. Стартовала акция выездных окон МФЦ с Невиномыска. Это первое выездное такое у нас мероприятие. В стенах данного института заявлено более 200 желающих оформить заявление. Данная практика будет продолжена. Здесь мы планируем поработать, наверное, два дня. В Северокавказском федеральном университете длится три дня. С 6 по 17 февраля такие окна будут работать по графику в Пятигорске, Буденновске, Ставрополе и Невиномыске. На базе вузов, где обучается много иногородних студентов. Адреса и даты указаны на экране, а также в специальных листовках на сайтах Минэкономразвития, МФЦ и вузов участников. А чуть позже такие выездные офисы планируют организовать и в лечебных учреждениях. Ирина Ивановская, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Образ будущего в социальной сфере страны начали разрабатывать ставропольцы. В Краевом центре открылась стратегическая сессия. Ее участники – представители всех субъектов округа. В течение двух дней они будут анализировать проблемы соцобслуживания в настоящем, рисовать картину идеального будущего и строить оптимальный маршрут, по которому к нему можно будет прийти. Такую стратегическую сессию проведут во всех округах страны. Планируется, что в них примут участие больше 100 тысяч человек. Все идеи объединят в сводный образ будущего и представят на Всероссийском социальном форуме. Он пройдет в начале марта в Москве. В этом форуме будут участвовать представители социальной защиты всех регионов Северо-Кавказского округа. Мы пригласили сюда не только работников и сотрудников системы, мы пригласили сюда общественные организации, пригласили представителей-получателей социальных услуг, представителей органов исполнительной, законодательной власти. Всех тех, кто неравнодушен к проблемам социальным, всех тех, кто хочет сделать что-то и запроектировать действительно вместе, то будущее, которое нас всех ожидает. Я думаю, что у нас будет здесь все успешно. Мы сегодня видим, что активно развивается среда, доступная среда. То есть, если мы поглянемся назад, то есть этого некоторое время назад не было. То есть сегодня инклюзивное образование, сегодня работа людей с ограниченными возможностями в рамках развития спортивных, их интегрирования в это все. Это государственная политика и, естественно, регионы тоже должны разрабатывать свои программы и активно заниматься этим вопросом. Лидерами не рождаются, ими становятся. Так звучит слоган конкурса «Лидеры России», финал которого в эти дни проходит в Сочи. Сегодня там начались первые испытания для участников. За победу борются 300 человек и 19 из них представляют Ставропольский край. Оценивают финалистов топ-менеджеры, министры, губернаторы и другие руководители федерального уровня. Они не просто выставляют баллы, а присматривают себе подопечных, людей, которых впредь будут курировать и помогать консультациями. Как проявили себя ставропольцы на конкурсных площадках, знает Леонид Нечапуренко. Пожалуй, самым популярным на форуме в этот день стало слово «кейс». Этот факт никак не связан с чемоданным настроением участников. «Кейс» — так называется описание конкретной ситуации или случая, который нужно разобрать во время испытания. Сами наставники, которые накануне давали мастер-классы и охотно отвечали на вопросы, теперь больше помалкивают и присматриваются к финалистам. Ставропольцам, судя по всему, удалось произвести хорошее впечатление. Честно, польстило очень многим то, что они наши презентации и наши материалы забрали с собой, чтобы потом отдельно над ними подумать и, может быть, какие-то идеи почерпнуть и реализовать в жизни. Ты понимаешь, что это не просто для галочки, а им реально интересно то, что нам удалось придумать, то, что мы предложили реализовать. Может быть, это и будет реализовано на практике. Честно скажу, очень напряженно, вовлекает моментально, погружаешься полностью на 100%, иначе невозможно работать. Кейсы очень серьезные, очень насыщенные, с огромным объемом информации. Поэтому все, внешняя жизнь вся ушла, мы все в работе. Можно сказать, что судьба участников решается буквально в эти минуты. За моей спиной вход в главный зал, где с утра и до позднего вечера проходят конкурсные испытания. Журналистам туда заходить строго-настрого запрещено. Во-первых, чтобы никого не отвлекать. Во-вторых, чтобы раньше времени не раскрывать суть конкурсных испытаний. Такая конспирация легко объяснима. Все-таки цена победы очень высока. Каждый из наставников выбирает себе подопечных. Возможность получить в качестве личного консультанта, федерального министра, главу госкорпорации или крупного ведомства – это и есть главная награда конкурса. Она достанется сотне лучших участников. Решение наставники принимают лично, исходя из своего понимания, каким должен быть современный лидер. Он, в первую очередь, должен быть профессионал, то есть должен обладать компетенциями, которые позволят ему достигать тех результатов, которые требуются в такой позиции. Во-вторых, он должен соответствовать ценностям министерства, быть открытым, готовым к изменениям, постоянно развиваться и быть порядочным, конечно же, перед собой, перед коллективом, перед страной. Я считаю, что каждый, кто вошел в финал, да и вообще, в принципе, принял участие в конкурсе, это победитель. В первую очередь, он решил для себя, что он может и он способен. Я просто вижу, как люди прямо на глазах меняются, и, конечно, это уже потрясающий результат. И, конечно, мы увидим через 10-20 этих людей на самых разных постах. Впрочем, участие в конкурсе лидеры России дает и много других преимуществ. Новые связи, ценные навыки и личностный рост. Надо начать, наверное, с самого яркого впечатления. Вот первый конкурсный этап – это видеоинтервью и регистрацию в личном кабинете. Я проходил свой день рождения. Это было очень весело и интересно. А чем дальше, тем больше возникает для себя задач по развитию, по личностному развитию. Поэтому я думаю, что для каждого участника этот конкурс будет большим плюсом в его развитии. Конкурс дал мне осознание себя. И, как говорит лозунг конкурса, лидерами пора остановиться, лидерами не рождаться. В делегации Ставропольского края есть педагоги, финансисты, чиновники, депутаты и бизнесмены. Всего 19 человек. Больше участников приехало только из Питера и Москвы. Каждый из них, дойдя до финала, одержал важную личную победу. А вот кому удастся победить официально, станет известно в воскресенье. Именно тогда на церемонии закрытия объявят результаты конкурса. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение из Сочи. Не успел со всех ставропольских полей сойти снег, как аграрии начали готовиться к весне. В февральские окна они планируют успеть отремонтировать технику, обработать почву, обеззаразить склады для хранения нового урожая. Готовиться нужно не только к посадкам, но и к уборке. Какие еще задачи стоят перед тружениками села, расскажет Мария Гнездилова. На полях Ставрополья уже всходят 2 миллиона гектаров озимых. Почти 100 тысяч из них в Апанасенковском районе. Проверить сходы будущего урожая приехал первый зампред краевого правительства Николай Великдань. Узил кущения хороший, состояние на сегодняшний день хорошее. Теперь основная работа – это сохранение отмышевые грызуны, это азотная подкормка, болезни при наступлении температуры. Уже, конечно, мы будем смотреть и работать уже средствами защиты против сорняков. Так называемые февральские окна позволяют начать весенний сев уже в конце зимы. К началу работ хозяйство готово. Даже вот сегодня, завтра полевые работы, это февральские окна, сегодня, завтра мы готовы закрыть все эти и выполнить все задачи. Эти комбайны в колхозе «Новички». Они отработали один сезон и были закуплены в прошлом году, и пока никаких нареканий нет. Но при этом в арсенале колхоза есть еще вот эти замечательные зеленые красавцы, которые были сделаны вручную. Капитальный ремонт одного комбайна обходится в среднем в 3 миллиона рублей. Это в два раза меньше, чем стоимость нового. И срок службы переделанных машин ничуть не уступает технике, приобретенной на заводе. На сегодняшний день из нашей практики те комбайны, которые вот таким методом мы уже отремонтировали, они отработали отлично уже в течение шести лет. В зернохранилищах региона зимует урожай 2017. Все зерно высшего сорта. И постепенно оно полностью будет реализовано. Первый зампредправительства посетил склады и положительно оценил их состояние. Это пшеница, это горох, это кукуруза, это ячмени. Значит, это хозяйство рационально использует для того, чтобы не платить за приемку и за хранение нашим элеватором. Это правильно по-хозяйски распорядились своим имуществом. На элеваторах хранится миллион тонн прошлогоднего урожая, а в хозяйствах в разы больше. Три миллиона тонн урожая прошлого года сейчас хранится в складских помещениях, вот такого типа, в хозяйствах нашего региона. И уже совсем скоро это зерно будет реализовано, а значит начнется большая работа, обработка складских помещений от вредителей и инфекций. А еще в колхозах района готовятся к бэби-буму. Уже в марте начнется окот маночинского мериноса. Тонкорунный пород и овец, ставший гордостью всего Ставропольского края. А пока мериносы зимуют без каких-либо проблем. В колхозе-племзаводе «Маныч» больше 11 тысяч баранов. Корма хватает на весь сезон. В зимовку зашли мы обеспеченностью на 100%. Все у мест зимовки. Единственное, что мы раз в два месяца завозим тураж, потому что не позволяет помещение сразу завести у нас. Фургаж есть, корм есть, люди есть. Я считаю, что нормально. А спокойно готовимся, как кот. О том, что недостатка корма для животных тут нет, говорит этот зоопарк или казачий курень. Его открыли в колхозе-племзаводе «Путь Ленина». И весной здесь тоже может быть пополнение. У пони Лучика и его невесты, ослицы Сони, большая любовь. И могут появиться малыши, видимо, смешанной породы. Мария Гнезделова, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. На Ставрополье стартовал самый масштабный за последнее время здравоохранительный и просветительский проект «За здоровье». Целый год мобильные бригады врачей из больниц Краевого центра будут ездить по региону, обследовать жителей края и вести пропаганду здорового образа жизни. А мы, Своё ТВ, будем вам об этом рассказывать. А начнем мы с кардиологии. Врачи-кардиологи Ставропольского краевого клинического кардиодиспансера вместе с другими узкими специалистами отправляются в поездки по краю. Туда, где нет крупных больниц или только один фельдшерско-акушерский пункт. В составе мобильной бригады по два сердечных доктора. Один ведет прием пациентов, второй проводит профилактические лекции в школе здоровья. Наши врачи-специалисты рассказывают о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, о здоровом образе жизни. Предлагается заполнение анкет, которые были разработаны нашими специалистами. Это анкеты о факторах риска развития инфаркта миокарда и инсульта. Казалось бы, ну что такого в этих лекциях? Но все же люди, по словам сердечного просветителя, идут толпами. Если позволяет место, собирается до 200 человек, и все довольны. И наша задача – научить людей, как же выполнять те же измерения артериального давления, как следить за своим здоровьем, учитывая факторы риска, которые приводят и к гипертонической болезни, и к шимической болезни, и как к финалу, к хронической сердечной недостаточности. Люди с удовольствием слушали, задавали вопросы. На все вопросы были даны ответы. Так что хорошее дело делаем. Ну а мы с ВАЮТВ будем вам рассказывать все об этом проекте. В эфире и на нашем сайте. У нас в информационной программе полдень стартует рубрика «За здоровье», где также ведущие врачи Ставропольского края будут рассказывать нашим жителям о том, как защитить себя от сезонных простуд, как защитить себя от болезней суставов и других жизненно важных органов. В общем, о профилактике, о диагностике, о лечении, обо всем. Мы постараемся рассказать в информационной программе «Полдень» в рубрике «За здоровье». Смотрите свое ТВ. Будет интересно, я думаю, потому что здоровье – это то, что очень важно, и то, что касается каждого из нас с вами. Хотите быть в курсе событий в режиме реального времени? Заходите на сайт stv24.tv, а также подписывайтесь на телеграм-канал «Свой спецкор». Всего доброго, оставайтесь на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok